Для меня очевидно, что в Одессе все это организовывалось, и в первую очередь организовывалось и раскачивалось пророссийскими партиями, да, вы правильно сказали, в основном ОПЗЖ, конечно, в меньшей степени шарием, и в том числе через актив вот этих якобы родственников погибших в Доме профсоюзов пророссийских, ну и не только, там разные люди были пророссийских таких активистов. Вот, то есть, если мы даже без всех прочих условий просто, ну, уберем заводил организаторов, это бы уже снизило значительно, ну, скажем, массовость. В прошлом году уже, ну, такое возложение было достаточно немассовым, оно было очень организованным, и видно было, что это были, ну, скажем, использовались определенные информационные технологии. Вообще, с этой точки зрения, ну, Дед на палке, да, по полк бессмертных, Дед на палке, как его называют, ну, достаточно удачная технология, потому что она подменяет в какой-то степени запрос незрелого общества и отдельных граждан на, скажем, на свою личную историю. Всем кажется, что история его семьи чем-то уникальна. И я бы не стал рассматривать вот всех одесситов, которые хоть раз вот носили на палке этого деда, что они пророссийские. Нет, это вот такое вот незрелое общество, которое, к сожалению, еще пока недостойно патриотизма и, в общем-то, недостойно своей страны. Но есть надежда, что, да, есть какой-то прогресс в этом направлении. По крайней мере, мы очень много для этого делали. Мы на протяжении 8 лет, во-первых, 14-й, 15-й, 16-й год я ездил постоянно на Передок, в АТО, в Песке, вот, доставлял волонтерскую помощь и привозил постоянно оттуда фотографии, вот, артефакты войны. И мы создали достаточно большую, красивую, хорошую фотовыставку, которая называлась «Необъявленная российско-украинская война». И мы старались как можно чаще проводить показы, просто выставляли. И, в частности, и на День памяти, и 9 мая мы тоже размещали эту фотовыставку на, ну, в разных локациях, но в основном на Аллее Славы нашей Одесской. И, да, я чётко вижу динамику этих, скажем, таких вот мероприятий. Я вижу настроение всех людей, которые участвуют в этих мероприятиях. И я вижу подоплёку, причём эта подоплёка зачастую не только глобальная, скажем, глобальная, геополитическая. Я имею в виду деньги Кремля и всё остальное. Зачастую она подстёгивалась местными политиками для того, чтобы этот электорат пристегнуть к себе. И, в частности, я сейчас говорю про Геннадия Леонидовича, потому что он действительно поднялся на пророссийском электорате, и он действительно эксплуатировал этих куликовцев. То есть это были у него, знаете, как цыган с медведями, вернее, ром, да, с медведями. Вот так же Геннадий Леонидович выводил этих куликовцев. И они всегда говорили, что они будут голосовать за Геннадия Леонидовича, только за Геннадия Леонидовича. И я подозреваю, что именно поэтому им было дозволено проводить свои митинги. Хотя очевидно было для нас, что это украинофобия, причём такая злостная, потому что люди бросались, люди плевали на портреты наших воинов, многие из которых были уже к тому моменту погибшие. Более того, ну скажем, псевдообщественные организации при городской власти, они всячески пытались нам помешать проводить эти фотовыставки. И обратите внимание, что в Одессе до сих пор нет ни мемориала воинам АТО, ни памятника героя Небесной сотни. А если он и будет, потому что вот уже проголосовали за это решение, ну давно уже, два года, и он всё строится. Все эти монументы, значит, пихают под обл-администрацию. Они там, наверное, будут в метре стоять друг от друга, потому что в городе другого места нет, понимаете. Вот. И да, это внутренняя политика, которую проводил Труханов, потому что ему надо было показывать сначала Порошенко, как вот здесь в Одессе качают, и как ему вот сложно удержать этот электорат, значит, в рамках единства Украины. А он же ж такой же ж патриот, и он, только он это сможет сделать. Вот. Вот такая игра была с его стороны. Кстати, она сейчас продолжается, потому что... Даже во время войны. Вот я как раз хотела спросить, во время войны, вот сейчас, после 24 февраля, как он себя проявляет и другие? Нет, вы что, сейчас более патриотичного патриота, чем нас, Геннадий Геонидович, вы не найдёте, даже не ищите. Даже не ищите, потому что это патриот с большой буквы П, и... В камуфляжи на ремнях ходит? Ну, в камуфляжи он ходил ещё тогда, когда позиционировал себя русским офицером. Вот. Сейчас он в камуфляжи не ходит, выглядит весьма подсавито, но он позиционирует себя как суперпатриот, и со всей своей командой, часть из которой вынуждена была остаться в Одессе, потому что они находятся под следствием на подписке о невыезде. Вот. И я не удивлюсь, если такая игра получит оценку высокую в администрации президента и так далее. То есть, мне кажется, что именно к этому всё и идёт. Но при этом, ну, очевидно, что сейчас уже нет той решающей роли ни Труханова, ни Гриневецкого, которые, в общем-то, уже вообще сепар изначального коммуняка и так далее. Хотя Гриневецкий уже забыл, наверное, что он сепар. Но перехваты вот эти, знаете, в карман вот это всё притянуть, затянуть, значит, засетечки поставить на будущее, чтобы потом прийти в карман положить, это, я считаю, что во время войны ничуть не лучше, чем проявление такого бытового коллаборационизма. Вот. Но в любом случае куда-то, куда-то вот Геннадий Леонидович со своим доверяя делам, со своей этой, ну, абсолютно, скажем, партией, которая по идеологии ничем не отличается от ОПЗЖ. Фактически это в одном флаконе. И та же имперскость, только такого, знаете, местечкового разлива. Одесса, ой, Одесса. Региональный патриотизм. Да, да, такое, знаете... Донецких мафиози, которые сдали Донецк и Луганск Российской Федерации. Ну, да, только здесь никто уже не хочет сдавать, потому что, судя по всему, первые... Ну, я вам хочу сказать, что... Какие-то выводы просто сделали. Поняли, что Россия их не оставит тут командовать. Одним из всех, всё и у всех. Да, вероятно, вероятно. Но, тем не менее, я... Мне достаточно того, что решимость патриотическая появилась далеко не сразу. И мы публиковали этот материал, что при том, что город имел остатки на счетах порядка миллиарда гривен, на терроборону в первые недели было выделено 5 миллионов. И когда мы показали о том, что еще 400 миллионов просто положили в банк на депозит на проценты, вот, и мы показали, что, ну, наверное, это неправильно, то через два дня после того, как вышла наша статья, Труханов заявил, что 100 миллионов они выделяют на терроборону. Вот. Ну, и в конечном итоге выделили. Как эти деньги расходуются, мы еще не знаем. Мы не можем все видеть. Но то, что параллельно проводятся тендера, когда департаменты закупают там молока детям на 47 миллионов, на 4 года вперед, при том, что детей нет, многие дети разъехались, а молоко есть на 47 миллионов по самым дорогим ценам, даже, ну, скажем, это же оптовые цены, они явно должны быть дешевле, чем просто магазины. Нет, самые дорогие цены дороже самых дорогих. Продолжение следует...